Книга «Открытым оком», вопрос 1420, тема «Богослужение», пятый том. Что такое? Акафисты и кто их пишет? Нужны ли они? И почему их нет у сектантов? Сколько их, и все ли они духовны, и нет ли среди них вредных для нас православных? Отвечает Игнатий Тихонович Лапхин. Авторство большинства акафистов, хвалебных песен, молитв неизвестно. Их более 500. Столько специалисты насчитывают. Считаю, что лучший из них, слава Богу за все, на русском языке, написанным отцом Григорием Петровым, незадолго до его расстрела в сталинском лагере смерти. Большинство же их шаблоны скучны и неумны и примитивны до приизлиха. Вот книжица «Икона Божьей Матери. Прибавление ума». Акафист. 256-я страница. С тропарем и кондаком и молитвами. Второе издание. Паломника. 2001 год. По богословению архиепископа Тернопольского и Кременецкого Сергия. Авторы и составители. Евгений Лукьянов и Александр Трофимов. 10 тысяч экземпляров. Если, не дай Бог, попадет эта бредня в руки любого сектанта, самого слабенького, то и гво к православию после этого вовеки не затянешь и на минуту. От начала до конца эта книга с цветными фотографиями. Бред и чушь. Чтобы вы могли в этом убедиться, что писавшие книжицу сию совершенные неверы в Библию в руках не держали и чужды христианству, приведу небольшие выдержки из нее. Поймете, есть ли сами не такие же, как эти авторы? Страница 3. Вот уже четыре столетия православные русские люди обращаются к этой иконе Божьей Матери. Своим появлением образ прибавления ума обязан глубокой вере русских людей в Пресвятую Деву, как ходатайцу перед Господом. Страница 3. Сохранилось старинное сказание, объясняющее происхождение наименования иконы. Ученый, этнограф и археолог Андрей Александрович Титов привел его в своей работе со слов настоятеля Романовского крестовоздвиженского собора протоиерея Владимира Мирославского. Кавычки открываются. Благочестивые старожилы рассказывают, что в древнее время к этой святой иконе стекались многие душевнобольные, и некоторые из них по своей вере получали от Пресвятой Девы исцеление. Поведал отец протоиерей, а затем сообщил и самое сказание, которое он записал дословно и точно. Кавычки открыты. В ближайшее время после патриарха Никона жил в Москве один благочестивый человек. Много он читал книг церковных иосифского времени, а потом стал читать книги, исправленные патриархом Никона. Начитавших тех и других книг, стал он много думать и размышлять, будет ли он прав пред Богом и каким книгам нужно следовать ему, чтобы спастись. Долго он думал, но решить вопроса не мог и сошел с ума. Когда возвращалось к нему сознание, он молился Божьей Матери, чтобы она возвратила ему разум. По его молитве последовало ему видение Божьей Матери. Она заповедала ему написать образ в том виде, как она явилась ему, и молиться перед ним, и обещала, что если он исполнит это, то будет здоров. После видения, когда возвращалось к нему сознание и прояснялся рассудок, он принимался писать образ Божьей Матери. Но так как видение было кратко, то он забывал, как писать образ. Тогда он снова молился Бога Матери и продолжал писать так, как внушал ему Бог. Таким образом он написал икону и назвал ее «Прибавление ума Пресвятой Богородицы». Кавычки закрыты. Сначала нужно было отчудотворить икону, написать ее такой, как бы бабка в мешке сидит. Получилась такая же история, как с троирущицей. Безграмотные художники стали пририсовывать третью руку. А к этой иконикой, говорят, какой-то архиерей привесил поруч, часть священнического облачения. И иконописцы приняли это за одежду Божьей Матери. И само иконопочитание выразилось в таком неприкрытом идолопоклонстве, что любому язычнику позавидуешь. Там, хотя какие-то были пределы поклонения, а здесь все на безумии, на преданиях и сказаниях, на чудесах и исцелениях. И якобы все это Бог повелел сделать. Но если сравнить все в книжонке написанное, то вывод однозначный, что это и не по Писанию, и, конечно же, не от Бога. Тогда все это напридумывал... Тогда кто все это напридумывал? Кому ум отнял и кто? Кому нужны эти чудеса, в кавычках, и для чего? Потом лютые легенды о том, как дом, в котором жила юная дева и ее семейство, был чудесно спасен от мусульман и принесен в город Лоретто в Италии католикам, чтобы они могли там освещаться через те камни, неведно как приплывшие туда. И столько наворочено всякоязыческой сказки, что и мусульмане уже не такие уж враждебные писанию, как католики и православные будут выглядеть. В 1451 году, скобки открыты, Иерусалимская екпескопия, первое по времени основание, стала патриархией. С 1622 года на Востоке началась мусульманская эра. Халиф Амар повелел поставить мечеть на том месте, где некогда возвышался храм Соломона. В 1010 году арабы разрушили храм Гроба Господни. В 1999 году крестоносцы взяли Иерусалим. В 1244 году Иерусалим был навсегда потерян для них. Скобки закрыты. Кавычки открыты. Камни и стен святого семейства были принесены в Далмацию, а затем в Лоретто с семьей ангелов-деспотов, властителей Эпира. Со временем молва превратила греческую семью ангелов в ангелов небесных. Кавычки закрыты. Страница 26. Свидетель некто Ринальд Чудучо утверждал, что деда часто рассказывал о том, что видел святой дом, пребывающим на волнах моря, как корабль. Ценность икон от того, что они потемнели от времени и дыма свечей, с большим фафосом говорят авторы о Титове, который собрал все эти сведения легенды. И о том, что он патриот, и его отпевал будущий патриарх Тихон и другие. Важные в кавычках дела, и что умер от грудной жабы, от стенокардии. И ни иконы эти, ни акафисты не прибавили ума русским. Они так и бродят во тьме кромешной, без слова Божия. Тьму суеверий и умопомешательства неисцельное. Священники сами привыкли повторять чужие слова в молитвах, и к тому же приучают всегда в своих посомах. Если бы вера была по Евангелию, то и акафисты эти лились бы из сердца ко Христу. Послание филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Субтитры создавал DimaTorzok